Библейский портал экзегет.ру представляет Что он хочет сказать? До этого он долго и подробно говорил, что закон, который просто лежит как книга на столе или стоит на полке, никому ничем не полезен. Это легко понять, что только соблюдение закона могло бы спасти человека, но люди все так или иначе закон нарушают, поэтому все виновны перед Богом и спасаются искуплением пролитой Христовой кровью. Если поверили в это, то грехи смываются, человек получает от Бога праведность. И отсюда логичный вывод, который, собственно, он здесь оспаривает. Значит, вера отменяет закон. Закон вообще не нужен, наверное, никогда, ведь вера, она не по закону, она как-то иначе работает. И в четвертой главе он дает практический пример. Вообще, кто для иудеев самый главный? Авраам, правотец Авраам, с которого начинается заключение завета между Богом и сначала одним Авраамом, потом его потомками, его семьей. Израильский народ, в общем-то, это семья Авраама. И потом будет завет, заключенный через Моисея со всем народом. Но Авраам – это первый. Поэтому, вместо того, чтобы здесь продолжать какие-то сложные богословские формулировки, в четвертой главе Павел обращается к истории Авраама, этого самого прародителя, рассказанной в книге Бытия. Что же сказать об Аврааме, нашем правотце по плоти? Ну, то есть, от кого происходят евреи. Если Авраам стал праведником за свои дела, ему есть чем хвалиться, но только не перед Богом. Ну, то есть, понятная логика, да? Вот спортсмен на Олимпиаде победил, допустим, он золотой медалью хвалится. Вот он прыгал, бегал, но не перед Богом ему хвалиться, потому что Бог его создал. Вот точно так же и в духовных делах. Если Авраам удостоился золотой олимпийской медали за свое благочестие, ну, да, перед всеми нами он имеет повод хвалиться, но не перед Богом, который дал ему эту способность. Ну, что говорит Писание? Что за дела, что ли? Авраам очень много трудился и получил эту медаль. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Он цитирует книгу Бытия. И дальше объясняет, это работнику платят за труд не по благодати, а по обязательству. Ну, вот мы работаем, я думаю, большинство из нас. У нас есть трудовой договор, если мы исполнили работу, нам обязан наш работодатель заплатить зарплату. Если не платят, мы идем в суд и получаем через суд эти деньги, с него еще и со всякими штрафными санкциями. Но Авраам не заключал с Богом договора о найме, да, о том, что он исполняет некоторые вещи за определенную награду. Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность, он цитирует. Но праведником признаются верующие не по трудам, а по вере в того, кто может наделить праведность на нечестивца. То есть, другая ситуация, не золотая олимпийская медаль. Вот приходит ребенок в спортивную секцию, его принимают в эту секцию, потому что он хочет заниматься. Еще никто не знает, выйдет из него олимпийский чемпион или ничего не получится, но он уже получает вот этот статус спортсмена. Так и Давид говорит о блаженстве человека, которого Бог счел праведником не за его дела в Псалме. Блаженны те, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен муж, которому Господь не вменит греха. Вот тоже цитата, которая подтверждает, что это не отношение товарно-денежное, то есть, в ответ на дела Бог дает нечто. Это дар, который просто принимается. А это блаженство, которое Давид упоминает, оно связано с обрезанием или нет? Мы сказали, Аврааму вера вменилась в праведность. И когда же она вменилась? До обрезания или после? Нет, еще до обрезания. Обрезание, как главное отличие иудея от язычника, играло, конечно, для них огромную роль. И вот Павел уточняет, вообще-то Авраам получил этот статус праведника еще до того, как была дана заповедь об обрезании. Она пришла потом. Обрезание само по себе ничего не дает человеку. Он принял знак обрезания как печать праведности, поверь. Ну, печать, то, что вот документ подписан, печатью заверяется. Ну, сначала документ надо составить, написать, подписать, только потом. Печать праведности по вере. Еще когда был необрезанным, чтобы стать отцом для всех тех, кто уверует необрезанным. И чтобы эта вера была вменена им в праведность. А затем отцом обрезанных, если они не просто обрезаны, но иступают по следам отца нашего Авраама, уверовавшего прежде обрезания. То есть, смотрите, Авраам был поверившим, и ему это вменилась в праведность, необрезанным. Потом он сделал обрезание, соответственно, и те, и другие имеют его своим правоцем. И те, кто несет на себя этот знак физического обрезания, удаления крайней плоти у мужчин, и те, кто его не несет, они одновременно могут обращаться к Аврааму, как к первому, кто получил вот эту самую праведность по своей вере. Был ли он обрезан, не был ли? Ну, в разные моменты своей жизни по-разному. Не по закону было обещано Аврааму и его потомству, что они унаследуют весь мир, но по праведности, которая от веры. Такое обещание Бог действительно дал. Ну, и, соответственно, вот не было такого закона, по которому сказано, если ты совершаешь обрезание, то вот так и так тебе будет. Если наследование происходит по закону, то вера тщетна, а обещание упраздняется. Закон приводит в действие к кару, но где нет закона, там нет и преступления. Здесь чисто юридические вещи. Наследование по закону. У нас тоже в нашем праве есть два вида наследования. Когда умирает человек, либо он оставил завещание, и тогда это завещание имеет силу. Либо, если он завещание не оставил, есть закон. Наследники первой очереди, второй и так далее. И вот если Бог дал это все Аврааму по закону, то обещаний никакого не было, его не могло быть. Но Бог ему дал это по обещанию, как завещание. Вот примерно та же система. Но и вторая вещь, где нет закона, там нет и преступления. То есть нарушение закона, оно возможно там, где закон действует. Итак, обещание дается по вере, чтобы оно было по благодати и было твердым для всякого семени. То есть потомство Авраама не только тем, кто под законом, но и тем, кто от веры Авраама нашего общего отца. Значит, Авраам – отец всем, кто-то обрезан и соблюдает закон, кто-то не обрезан. Это неважно, если они верят, то Авраам в равной мере для них отец. Общего отца, как и написано, «отцом множества народов сделал я тебя». Это Бог говорит Аврааму. «Таков он пред Богом, в которого поверил, который мертвым возвращает жизнь, а несуществующему дает бытие». Соответственно, два действия – возвращение к жизни и оживление того, что еще не существует. И введение в эту жизнь, можно сказать так. Сотворение мира и воскрешение мертвого человека. Вот Бог именно таков, как его здесь описывает Павел, это не такой, знаете, юрист-крючкотворец, который сидит там на небе и тщательно сверяет свои поступки с параграфами закона, а многие так его себе представляют. Это тот, кто творит мир, тот, кто дает жизнь мне, тебе, каждому из нас, кто воскрешает мертвых. И все, что делается с законом, все, что связано с верой, с праведностью, со спасением – это тоже дарование жизни, это тоже воскрешение, а не вот эти мелкие придирки, кого штрафовать такой. Хоть гаишник и выписывает всем штрафные квитанции, потому что каждый же что-то нарушил, так или иначе. В безнадежности он с надеждой верил, он Авраам, что станет отцом многих народов, по сказанному, столь многочисленным будет семя твое. Вот он не имел сына, но верил, что станет отцом этого большого количества потомков. Вера его не истощилась, хотя он и знал, что у него столетнего старика мертвело тело, как и у Труба Сарры была мертва. Но его жена, и он, соответственно, бы состарились уже, детей рожать не могли, и тем не менее у них родился Исаак. Но он не сомневался в Божьем обещании, не терял веры, но укреплялся ей, воздавая славу Богу, в убеждении, что тот силен исполнить обещанное. И это было вменено ему в праведность. То есть праведность – это действительно готовность следовать за Богом, а не исполнение некоторого количества правил, предписаний, пусть даже очень хорошие исполнения, пусть даже очень большого их количества. Вменено в праведности, то есть признанно, сочтено праведность. Так написано не только о нем, но и о нас. И нам будет вменена вера в Господа нашего, воскресившего из мертвых Иисуса, который предан был смерти за наши преступления и воскрес ради нашей праведности. Вновь и вновь Павел будет возвращаться вот к этой центральной формулировке. Связь крестной смерти Христа, оправдание человека и его оживление, его наделение праведностью. Ну и в пятой главе, особенно сложной богословски, эта тема, конечно, у Павла продолжится.